Компания «АвтоСтронг» представляет новый бренд «МотоСтронг». Теперь вы можете приобрести у нас отличные мотоциклы, привезенные из Европы. Все наши байки в отличном состоянии, цены очень привлекательные, а сервис на традиционно высоком уровне. Весь ассортимент мотоциклов в наличии вы можете увидеть по ссылочке в описании. Прямо сейчас мы разберем долгожданный японский дизель с очень проблемным ТНВД. Итак, встречаем Mitsubishi 4M41. Двигатель Mitsubishi 4M41 – это турбодизель объемом 3,2 литра, который дебютировал в 1999 году. Он был создан на основе двигателя 4M40 объемом 2,8 литра. У этого двигателя алюминиевая ГБЦ с двумя распредвалами, 16 клапанов, гидрокомпенсаторов нет, привод ГРМ комбинированный, то есть здесь есть цепь и шестерни. Этот двигатель выпускался только в турбированном варианте и имел непосредственный впрыск топлива. До 2006 года он оснащался распределительным ТНВД Zexel VRZ и ставился на Pajero 3. А вот на Pajero 4 уже дебютировал новый двигатель 4M41 с обновленной ГБЦ, в которую были установлены форсунки Common Rail от компании Denso. Это легендарный двигатель, ценится поклонниками внедорожников Mitsubishi. Но также очень печально известен огромными тратами, которые он вызывает в связи с решением проблем с ТНВД. Шкив коленвала двигателя Mitsubishi 4M41 демпферный, то есть оснащен резиновой обоймой для гашения колебаний. Резиновая обойма не вечная, трескается со временем и изнашивается, что приводит к перекосу внешней обоймы шкива. Тогда появляются посторонние звуки от трения ремней навесного оборудования. Затем демпфер может просто обломаться, а внешняя часть шкива перестать вращаться, и тогда прекращается привод навесного оборудования. На двигателе Mitsubishi 4M41 генератор, который находится вот здесь, и помпа системы охлаждения приводятся двумя поликлиновыми ремнями. И компрессор кондиционера, который находится вот здесь, приводится еще одним ремнем. Все ремни имеют не автоматический механический натяжитель, и поэтому периодически нуждаются в регулировке их натяжения. Необходимость в регулировке натяжения наступает тогда, когда слышен отчетливый свист ремней. Если после регулировки натяжения ремни продолжают свистеть, то это знак, чтобы поменять ремни на новые. Каждый раз необходимо проверять шкив коленвала на предмет биения, а помпу на наличие люфта. Помпа ходит примерно 100 тысяч километров, потом начинает люфтить. На наличие люфта указывает скрип и скрежет помпы. Турбокомпрессора на этом двигателе нет, потому что мы его успешно продали. Здесь был установлен MHI, то есть Mitsubishi TF035HL. Очень надежный турбокомпрессор с перепускной заслонкой. Ходит без проблем 250 тысяч километров. Ну а теперь давайте вам представим супер-мега-слесаря, который сегодня разберет нам этот огромный двигатель. Встречаем, Николай! Мы начинаем нашу разборочку. С 2000 года на двигателях 4М41 под Евро-3 устанавливали электронную дроссельную заслонку, так называемую «захлопку». Она служит для надежной и мягкой остановки двигателя. Закрывается в момент выключения зажигания. Также она ограничивает потоки воздуха на холостом ходу, это надо для того, чтобы снизить шумность двигателя и создает условия для лучшего смешивания отработавших газов и воздуха. Вообще она проблем не вызывает, имеет электронное управление. Обычно проблемы возникают в связи с потерей ее подвижности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бывают случаи течи масла по кронштейну масляного фирма. Масло давит оттуда во время работы двигателя. Если владелец вовремя не заметит эту проблему, то лишится очень большого количества масла. А это приведет к печальным последствиям и износу всех пар трения. Чтобы решить эту проблему, надо поменять три резиновых прокладки и вот такую силиконовую прокладку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Масляные пары и сажа, поступающие во впуск, оседают на внутренней поверхности впускного трубопровода, значительно уменьшая его сечение. А это значит, что мотору начинает не хватать воздуха и он теряет мощность при ускорении на полном газу. Поэтому, стало быть, надо снять эту деталь и почистить. Здесь сажа есть, но бывает такой толстый слой сажа, что он измеряется сантиметрами. В приводе клапанов двигателя Mitsubishi 4M41 нет гидрокомпенсаторов. Тепловые зазоры надо регулировать каждые 15000 километров. Регулируется просто с помощью гаечного ключа. Номинальные зазоры впускных клапанов 0,1 миллиметр, выпускных 0,15 миллиметра. По состоянию все традиционно для дизеля черное, но износа мы не наблюдаем. Привод ГРМ комбинированный. Цепь приводит оба распредвала от звезды на оси промежуточной шестерни. Косозубые шестерни приводят балансирные валы, ТНВД и маслонасос. Вообще двигатель 3.2 не славится надежностью и долгим ресурсом цепи ГРМ. Она потихонечку начинает шелестеть и греметь к пробегу в 200 тысяч километров. Обычно на 250 тысяч ее обрывает. Из-за вибраций между шестернями распредвалов может разрушиться вот этот верхний успокоитель, а также может разрушиться вот этот башмак, который находится под направляющей, в которую давит гидронатяжитель. Башмак может отколоться вместе с вот этой металлической пластиной, которая может успешно попасть между шестеренками и нанести им повреждения. Если владелец не замечает посторонних шумов на холостом ходу, а больше просто ничего не намекает на необходимость замены цепи ГРМ, то даже все параметры двигателя будут в норме до обрыва цепи ГРМ. Менять цепь ГРМ на этом моторе надо каждые 200 тысяч километров, а лучше это делать немножко раньше. Оригинальная инструкция гласит, что для замены цепи ГРМ в двигатель Митсубиши 4М41 надо снимать ГБЦ, чтобы скинуть цепь с распредвалов. Но есть решение получше – разомкнуть цепь, то есть выпрессовать один из пальцев. Новые цепи, кстати, тоже продаются разомкнутыми, и таким образом получается поменять цепь, не снимая ГБЦ. При обрыве цепи ГРМ поршни и клапаны встречаются. Но помимо этого может сорвать бугеля распредвалов. Радиально-плуживанный ТНВД Zexel VRZ с электронным управлением – это самая слабая деталь двигателя 4М41, который еще не оснащен топливной системой Common Rail от компании Denso. ТНВД страдает от плохой, неочищенной солярки, и в нем ломается буквально все. Во многих случаях неисправность ТНВД Zexel сопровождается индикатором Check Engine. Если в памяти неисправности появилась ошибка под кодом 25, датчик опережения впрыска, то тогда владельцу надо срочно ввести ТНВД на ремонт. Чем раньше он это делает, тем меньше денег он впоследствии потратит. Вообще этот ТНВД может выходить из строя без каких-либо ошибок. Двигатель будет плохо запускаться, дымит сизым дымом, теряет в мощности. Все эти симптомы указывают на неисправность автомата опережения впрыска. Эта деталь буквально впитывает все примеси топлива и продукты износа ТНВД. К тому же автомат опережения впрыска и, в частности, его муфта выходят из строя из-за проблем подачи топлива в сам ТНВД. Это может быть вызвано за воздушиванием системы, а также за густением дистоплива в сильные морозы. При работе ТНВД без топлива отчетливо слышен стук поршня опережения и двигатель дымит сизым дымом. В процессе эксплуатации голодающего ТНВД поршень может развалиться, появятся задиры на его втулках, шток датчика опережения впрыска может поломаться, а также может обломаться штифт на шайбе, муфта опережения впрыска и насос перестанет выполнять свои функции. Далее идет очень дорогостоящий ремонт. При пробеге в 200 тысяч километров происходит износ вала и дозирующего кольца. При этом двигатель нестабильно работает на холостом ходу, глохнет на ходу, плохо заводится в жару и теряет тягу. Но если охладить ТНВД водой, двигатель некоторое время будет работать ровно и стабильно. На сегодняшний день ротор, втулки и дозирующее кольцо поддаются ремонту. Безусловно, цепь ГРМ можно снять и без снятия ГБЦ и протяжки, но двигатель тогда надо разобрать вот до такого состояния, а на автомобиле это неудобно. Редко на двигателях Mitsubishi 4M41 появляются трещины в ГБЦ. Об этом, как правило, говорит парение из выхлопной трубы, а также снижение уровня охлаждающей жидкости. В этом случае, скорее всего, придется менять ГБЦ, потому что заварить надолго старую ГБЦ не получится. Из-за трещин в ГБЦ, которые захватывают масляные каналы, может появиться повышенное дымление сизого цвета, а также повышенный расход масла. Но вина трещин не всегда очевидна, поэтому владельцы проверяют очень много версий, в том числе и замену маслосъемных колпачков перед тем, как добраться до ГБЦ. Также известны случаи пробивания прокладки ГБЦ. Из-за этого антифриз попадает в цилиндры. Также ГБЦ иногда приходится снимать для замены направляющих втулок клапанов. Из-за их износа клапаны сильно люфтят. В нашем случае в ГБЦ трещин не замечено, но если говорить о состоянии нагар, то здесь основательный мотор лопал масло. Форсунки из этой ГБЦ должны доставаться в специальной мастерской. Чтобы ничего не поломать, мы этого делать не будем. Вот форсунки торчат. Они механические, но способны производить два впрыска за один цикл. Для этого в их конструкции предусмотрены две пружины. Первый впрыск происходит при давлении 180 бар, а второй – 240 бар. У форсунок отличный ресурс. И, кстати, распылители к ним есть в продаже. Напоминаем, что блок у этого двигателя чугунный. Если говорить о состоянии, то хона нет, есть потертости. В общем, блок на свалку. Кстати, нагар на донышках поршней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигатель 4М41, как и другие двигатели, Mitsubishi, оснащен двумя балансирными валами. Правый входит в маслонасос и приводится через его шестерню. Вообще балансирные валы на этом двигателе никаких проблем не вызывают. Но при капитальном ремонте двигателей с очень большими пробегами наблюдается люфт балансирных валов. Но он легко лечится с заменой вкладышей балансиров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И по традиции мы расскажем, какое масло подойдет к этому мотору. А к этому двигателю подойдет масло ELF Evolution Full-Tage MSX с вязкостью 5W-30. Выгодно его приобрести вы можете у нашего партнера компании Armtec со скидкой 10%. Просто назовите промокод STRONG. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов Armtec. Кстати, Armtec является единственным официальным дистрибьютором моторных масел ELF в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все детали впечатляют размером. Увеличена ширина вкладышей и шеек коленвала. По состоянию все хорошо. Никакого намека на задиры. Шейки коленвала тоже в отличном состоянии. Шатунные вкладыши также. А вот поршневым кольцем – да. То есть подвижность поршневых колец нарушена, и масло толстым слоем легло на жаровом поясе и на перегородке между поршневыми кольцами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верхние коренные вкладыши сложно назвать побежавшими. А вот внутренняя поверхность картера выглядит так, как будто в мотор заливали реально грязь. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали реально надежный японский двигатель, если бы не проблемы с ТНВД. А главное – стоимость их решения. А так бы был очень годный двигатель. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ-запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА